всех приветствую 14 число 14 октября и опять в запорожье был прилет писал я своим знакомым туда и мне звонили тоже спрашивает как я шо я в это ребята нервы кажу не выдержал и поехал там где спать спокойно ну в общем люди на знаете какой-то уже высокой скорости там на последних нервных клетках все без настроения ну вот как то так то поэтому вообще хотел сейчас ролик посвятить именно по поводу жилья что как именно и что сожильем у меня честно сожильем тоже не все конечно слава богу на самом деле это сложно найти какое-то временное на день на 2 это но это не проблема там где-то от 500 но и выше в общем я снимал и за 500 и за 600 и за 800 сутки ну как бы я не сам и мы там как-то кооперируемся по вопросу того чтобы снять на долгосрочную я там говорил 5 700 опять 700 это короче просто это дно это совдепия совдепия убитая в общем какая-то общага нормальные цены начинаются от 300 долларов и выше 300 350 какая вообще оплата что вообще хотят эти люди они хотят чтобы ты заплатил 300 как говорится у тракториста потом ты заплатил столько же риэлтору и заплатил либо страховочный либо вот еще один месяц короче грубо говоря у тебя 900 900 ты должен именно дать сразу вот за то чтобы заселиться это вот то что есть и как происходит вообще вся эта вот сейчас картина квартиры эти просто расходятся я не посмотрел еще за все эти дни ни одну ты только звонишь они как-то ля-ля-ля-ля-ля там смотрят все нема такой какой-то на них именно высокоскоростной темп именно что даже не успеваешь именно встретиться именно с людьми на хозяев ты не наткнешься вообще только риэлторы одни риэлторы объявление половина липа половина кидалово там скинь хотя бы 100 гривен и вот они пишут там за нормальную цену типа ну 8 500 ты ему пишешь для ля-ля-ля узнает именно как ты там что ты животные там есть не животные сколько людей лишь хорошо но он потом рассказывает свою ситуацию я типа за 200 километров скинь короче денег на бензин боя вчера ездил а люди отказались а мне кататься и ты ну я же понимаю что это дно и с этим вообще просто не связаны не сразу по понимает что ты как бы их просек и дальше не пишут ну там просто за те 250 200 гривен никто особо сути не будет поднимать поэтому не так вот а по мелочи в общем кидала тоже хватает афер хватает риэлторов хватает и ну что же я дальше в поиске настроение конечно но вчера мне просто была опечаленная потому что ты катайся ездишь что-то это понятно гроши не бесконечные но это вот только кому интересно в плане жилья это то с чем столкнулся я именно вот эту историю я хотя бы буду поведаю миру поведаю интернету чтобы как бы своими глазами все как говорится лайфхак есть суть есть пользуйтесь всем хорошего дня бережите бы и май будь все воно будет добрый як воно сюда буду